Спелая, в миру сочная, свежая ягода лета 2018-го. Черешня, к ней горожане уже привыкли. Земляника утром еще росла в поле, сейчас разлетается как пирожки. Пол-литра 250 рублей. Самая ходовая клубника, три дня как созрела. На рынке в поселке Южный продавцы демократичны. И в большинстве своем стоимость ягод оставили на уровне прошлого года. В среднем по краю цена выросла клубники на треть вот такой стакан. Сейчас стоит 150 рублей. Сжималась практически так же. На Южном за этот же стакан жимолости вы отдадите те же 150 рублей. В Бийске для сравнения он обойдется в 250 рублей. Люди возмущаются, но покупают. Все спешат попробовать вкус лета. Ну, 100 рублей продавали в то время, в те годы. Ураган всю ягоду попортил. Попортил? Да. Все попортил, все попереломал, жимолость все, кусты пооблетели. У Галины на даче только клубники, три сотки. О потере и ущербе для кармана говорит не без оснований. Но волнуются уже и те, кто выращивает для себя. Вишня и яблоня побиты штормом, у сливы плодов вообще не будет. У Людмилы Подоляк большой угород, но с таким летом, переживая цедавод, ягода может даже не вызреть. Виктория уже должна поспевать по всю, а она так. Мы сорвали всего ягодки длинные. Малина тоже уже должна более-менее немножко поспевать, она тоже еще нет. Все запоздало. По словам экспертов, опоздание сроков не самый большой урон. А вот зной, что стоит в крае вторую неделю, скорее всего нанесет больше вред. Жара, высокая температура, компенсировать надо излишним поливом, который растения не все благоприятно выносят. То есть снижение урожайности, к примеру, по землянике, по малине. Кроме того, уже озвучивают прогнозы, что осень наступит нынче на две недели раньше, пока на снижение цен на летние плоды ничего не намекает. Так что всем любителям ягод и фруктов придется выбирать деньги или вкус лета. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.